всем привет с вами Денис Чернов и онлайн школа академика от наших зрителей подписчиков и даже учеников поступают вопросы о том как правильно нарисовать эллипс и некоторые даже не понимают важности того насколько рисование эллипса в правильном виде ну фактически решает многие проблемы в рисунке и некоторые путаются что же такое за зверь такой этот эллипс или овал эллипс или овал в общем-то и овал и эллипс это правильно это и другое но овал это как бы более общее понятие эллипс это более конкретное представьте вот обычный простой кружочек фактически когда мы смотрим на кружок сверху мы видим просто круг но когда мы смотрим на него уже сбоку каким под каким-то углом он начинает превращаться в эллипс по сути дела эллипс и круг это кривые одного порядка только эллипс это как бы круг в перспективе в искажении и так давайте приступим к рисунку можете повторять за мной можете делать нечто подобное не обязательно так но так значит эллипс у нас мы можем попытаться нарисовать просто кружок вот круг если круг в рук от руки не получается можно просто взять циркуль для начала и просто попробовать сравнить сравнить то насколько от руки получается несовершенный кружочек и эллипс мы можем и ось провести и нарисовать эллипс мы можем его нарисовать в горизонтальной плоскости можем тоже вот среднюю ось провести и нарисовать эллипс это своего рода тренировка вот такие бывают эллипсы значит эллипс может быть широко раскрытой на когда мы смотрим на кружочек свысока или например когда мы на тот же самый кружочек смотрим уже под большим углом он начинает уплощаться и вот разница между этим диаметром и этим диаметром становится значительно больше это очень важный в рисунке момент если же мы эллипс будем вообще смотреть торец то он превратится в простую ровную линию таким вот образом но это мы разберем следующем уроке а в этом уроке наша задача понять вообще каким образом получается этот эллипс и как он принципиально отличается от других овалов потому как эллипс это лишь только самый простой вид овала овалы бывают довольно таки сложные по сути дело овал и слова яйцо они как бы между собой связаны поэтому если вы построите так вот оси так и так и нарисуете вот таким вот образом замкнутую круглую линию у которой появится вот здесь симметрия с одной стороны у него будет ось симметрии а с другой стороны у нас будет ось симметрии уже не будет находиться посередине она сместится и самая широкая часть этого овала сместиться вниз там вверх или в другое место то это появится такая вот довольно таки уже сложная форма форма яйца это более сложный вид овала а эллипс он имеет со всех сторон везде одинаковую симметрию вот таким вот образом и так эллипс можно построить при помощи квадратика эллипс можно увести в перспективу тоже при помощи того же самого квадратика и так мы сейчас чтобы задача была нам проще если повторяете за мной то можете взять линейку и попробуем сделать сначала просто квадрат чтобы нарисовать кружочек не будем уж совсем халтурить пользоваться циркулем однако если уж совсем не получается попробуйте сначала нарисовать это при помощи чертежного инструмента а дальше отказаться от его использования и уже пытаться полностью нарисовать руками без использования линейки значит зачем мне это сейчас нужно для того чтобы у вас была четкая наглядная картинка значит это у нас квадрат если мы найдем его диагонали вот это фактически его линии симметрии то есть везде найдем линии симметрии квадрата это вспомогательные линии для построения каких-либо тел мы используем вспомогательные линии вот мы их отметили со всех сторон если мы отложим сюда три с половиной сантиметра сюда три с половиной сантиметра вот у нас появится появится вот можем точно также вот от этого опустить еще квадрат сюда и сюда и сейчас от руки создаем просто ровненький кружочек то есть это у нас подготовка к изучению эллипса значит представьте эта сторона на которую вы смотрите сторона кубика кубик у нас используется как модель практически для всего чтобы сейчас ничего не мешало я тут вытру это того это представьте вот у нас здесь будет где-то вот наша точка схода прям посередке мы рисуем сейчас куб который находится к нам во фронтальном положении мы только видим переднюю сторону и немного верхнюю вот таким вот образом то есть вот это верхняя сторона которая абсолютно точно такая же как этот квадрат но виду того что мы на нее смотрим сбоку то есть мы ее не видим непосредственно то она имеет искажение вот это искажение как раз будет иметь и встроенный в него кружочек вот этот вот круг в перспективе в искажении будет ничем иным как эллипсом мы повторяем те же самые диагонали так еще раз напомню это точка схода находящийся на линии горизонта кубик у нас находится в горизонтальной плоскости все и вот у нас тут эллипс получился значит у многих возникает вопрос а эллипс имеет не симметричную форму относительно переда и зада у него передняя часть должна быть больше дальние меньше да если вот этот центр рассматривать естественно когда мы смотрим на переднюю часть круга вот здесь мы будем видеть эту часть больше а дальнюю меньше именно поэтому у него перед как бы больше и вот когда мы изображаем эту центральную ось она будет находиться чуть выше середины ну если мы конечно изображаем кружочек то есть эллипс ниже линии горизонта вот вот здесь вот мы потом вот при помощи вот этих точек они полностью соответствует ведем вот таким вот образом ну итак я сейчас чуть-чуть подправил сделал более четкими линии контура наших кружочков и эллипсов и так вот благодаря этой схеме я думаю вам стало абсолютно понятно что кружочек можно построить в перспективе и он превратится в эллипс и он будет точно также симметричен вот у нас вот симметрия средняя вот она полностью вкладывается в этот же квадрат то есть это есть принцип перспективного построения когда вы делаете сокращение и уменьшаете видимый размер естественно этот кружочек он сплющился сплющился его как будто придавили он абсолютно симметричен но центральная ось которая делит напополам вот она она будет смещена туда в глубину то есть дальняя часть будет меньше но самая широкая часть эллипса все равно останется неизменно по геометрическому центру вот такие особенности у нас восприятия но давайте вы этим не будете сейчас уже загружать голову самое главное нужно понять что эллипс это вид овала и что для того чтобы правильно нарисовать эллипс вам нужно делать вот такое вот движение и ни в коем случае не рисовать его вот таким вот образом то есть он не должен быть вот по краям он не должен быть острым почему потому что у нас нет здесь острых углов если бы у нас кружочек был бы сплющен возможно бы эллипс этого сплющенного кружочка и выглядел вот таким то таким образом с острыми углами это очень частая ошибка когда изображают эллипсы вот таким вот образом изображение эллипса в горизонтальной плоскости достаточно простое и чем ближе к линии горизонта будет находиться этот эллипс чем ближе мы подымем кубик в который будет строен этот эллипс к линии горизонта тем он будет более уплощенным то есть если мы это но об этом мы как раз поговорим в следующем нашем уроке ну а для того чтобы правильно строить эллипс вы поняли что нужно использовать оси симметрии а если непонятно то еще желательно его встроить в квадратик который бы точно также и скажи исказите в перспективе и построив при помощи диагонали вот этих диагонали найдя центр найдя все оси симметрии у вас прекрасный получится эллипс и для того чтобы он тоже был более красивым рекомендую ту часть эллипса которая находится к нам ближе ну вот например вот так вот когда тренируетесь чуть чуть больше надавливаете на переднюю часть и тогда он будет у вас красивым смотреться и будет понятно что эта фигура у вас находится не она не плоская она находится в объеме и будет понятно какая из ее частей к нам ближе это например эллипс который нижняя часть его ближе он находится кружочек ниже линии горизонта а это эллипс на который мы смотрим снизу вверх и у нас верхняя часть будет темнее соответственно будет понятно что этот эллипс мы видим снизу вверх или он находится выше линии горизонта я надеюсь что вам теперь стало понятно и вы поняли что эллипс это очень важная фигура очень важный момент построения любой формы в рисунке и что эллипс это всего лишь вид овала который имеет двустороннюю симметрию и его нужно правильно использовать для того чтобы передать форму любой цилиндрической коносовидной формы любой круглой формы поэтому я думаю если вы повторяли за мной вы разобрались со всем этим я хочу вас пригласить на следующий наш урок который тоже будет посвящен эллипсом но более конкретно мы разберем как строить эллипс зависимости от того насколько выше или ниже находится он от линии горизонта а с вами был денис чернов и онлайн школа академика до скорых встреч